Добрый день, уважаемые коллеги. Меня повысили. Я стал химиотерапевтом. Извините, химиотерапевтом. Хирургом, извините, ради бога. В этой аудитории мне, конечно, чрезвычайно приятно. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Ну, конечно же, я, во-первых, уролог, во-вторых, хирург, а на самом деле онкоуролог. И в этом, наверное, и кроется основная интрига, потому что онкоурология, конечно, любой онколог-хирург, он всегда стоит на грани между хирургией и лекарственным лечением, а также лучевой терапией. Но, тем не менее, при онкоурологической патологии эта проблема всегда стояла наиболее остро, потому что очень долго абсолютное большинство нозологий, которые были в онкоурологии, они были в руках непосредственно вот этих онкоурологов, которые балансировали между хирургией и лекарственным лечением и занимались и тем, и другим. Вспомните гормональную терапию, ей никогда не занимались химиотерапевты. То же самое происходило и при раке почки, потому что долгое время ничего не было, потом появилась только иммунотерапия, и опять же вот эта инерция заставляла. И только на самом деле сейчас мы видим вот это вот расхождение между химиотерапевтами и хирургами, не в плане подхода, а в плане того, что действительно химиотерапия становится для онкоурологических проблем чрезвычайно интересная, сложная и разнообразная. И понятно, что хирургу в этой ситуации просто по большому счету невозможно осилить то, все эти знания. Это достаточно известный чешский хирург, кардиохирург, который очень долго в течение практически целого рабочего дня, больше 12 часов, выполнял пересадку сердца, первую в этой стране. Но при этом она закончилась благополучно, и пациент пережил своего хирурга. Но тем не менее вы видите этот взгляд. Вот по сути каждый день в конце рабочего дня вот этот взгляд, выходя из операционной. И понятно, что все остальное, и когда это ложится лекарственное лечение на амбулаторном приеме, это большая проблема. Поэтому что важно для хирурга? Важно для хирурга, чтобы то, чем он занимается, было как можно более простым и более достижимым. Что в это включается в лекарственной терапии? Конечно, это удобство дозирования и назначения препарата. Но какие капельницы, какие инфузии, длительные инфузии и так далее. Понятно, что таблетированные препараты будут в приоритете. Понятно, что должен быть понятный и знакомый профиль токсичности. То, к чему мы привыкли. То, что мы уже в принципе знаем. То, что может быть не так быстро реализуется у пациентов в виде токсических реакций. И всему этому на самом деле на сегодняшний день соответствует продолжение линии тирозинкиназных ингибиторов в варианте Кабазан-Тениба, который продолжил эту линию лечения, привычную нам, с соответствующей сходным профилем токсичности, тяжестью токсичности. И в том числе, еще раз повторю, это удобное назначение, таблетированный препарат, который принимается амбулаторно. Понятно, что вся эта группа на сегодняшний день уже отошла как бы больше на второй план. Мы сегодня ориентируемся уже на комбинации и понимаем, что, конечно, комбинация для этих пациентов является во многих ситуациях наиболее предпочтительным, потому что имеют большую эффективность. Но, тем не менее, конечно, и токсичность возрастает у этих препаратов. Поэтому понятно, еще раз повторю, что хирургу гораздо ближе то, что он знает, то, что он умеет, то, что он может и то, что он может в повседневной практике каждый день использовать. Кабазантениб подремонстрировал свою эффективность как в первой линии. Понятно, что база доказательно несколько страдает. Это все-таки вторая фаза клинических исследований. Тем не менее, это было рандомизированное исследование. Было две группы, получающие кабазантениб и сунетениб в дозе 50 мг. Понятно, что тот, так скажем, мальчик для битья в первой линии, это сунетениб, при том, при всем, что, конечно, он заслужил за эти годы огромную репутацию. Он принес огромную пользу тем пациентам, которые, по сути, более 10 лет получали это лечение. Но, конечно, все устаревает, приходят новые препараты. И вот в это исследование, которое было достаточно хорошо организовано, сравнимые группы, было продемонстрировано достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования, снижение риска прогрессирования на 52%, по сути, плюс 3 месяца в группе получающих кабазантениб. Не было таких достоверных различий по уровню общей выживаемости, хотя тенденция также была продемонстрирована в некотором снижении риска смерти на 20% в версии кабазантениба как в промежуток 24, так и 35 месяцев анализа. По сути, все онкологические показатели были преимущественны для кабазантениба, в том числе и по уровню ответов. Объективные ответы были достоверно выше в группе кабазантениба, что, в общем-то, свидетельствует, естественно, и большую активность этого препарата, этого следующего поколения ингибиторов тирозинкинац. Измерение таргетных очагов, как по оценке исследователей, так и по независимой оценке, также было в преимуществе у кабазантениба. Точно так же мы видим, что и при субгрупповом анализе в первой линии лечения пациентов с метастатическим раком почки были преимущества у пациентов, получающих кабазантениб. Ну и для хирурга очень важно, что мы видим, что есть определенные преимущества у тех больных, которым не выполнялась нефрактомия. К сожалению, мы сегодня понимаем, что нефрактомия и хирургическое вмешательство уходят на задний план, и действительно лекарственное лечение выходит на первое место. И на сегодня то, что мы раньше считали абсолютной истиной, что больного нужно прооперировать в первую очередь, и чем быстрее, тем лучше, на сегодня понятно, что, к сожалению, для нас, как для хирургов, это уходит в прошлое. И в том числе в исследовании с утентом было показано, что преимущество все-таки на стороне лекарственной терапии, поэтому не зря мы в феврале будем проводить конференцию, которая так и называется нефрактомии нет, и в том числе потому, что лекарственное лечение действительно совершает такой прорыв, побеждая хирургическое лечение. В том числе по другим критериям субгруппового анализа, опять же, кавазонтинип в первой линии демонстрировал свои преимущества, в том числе и при оценке метастазов. Раньше мы достаточно так близко связывали, особенно в онкорологию, в связи с тем, что несколько лет назад он активно исследовался у пациентов с метастатическим раком предстательной железы и были демонстрировались практически полные регрессы костных метастазов, однако при этой патологии кавазонтинип не продемонстрировал своей эффективности по уровню общей выживаемости, но при этом я до сих пор помню эти сканы, на которых просто растворялись костные метастазы у пациентов к кастрационно-рефракторным раком предстательной железы. Поэтому такой вот шлейф, особенно для онкорологов, он остается, и мы опять же видим, что наличие костных метастазов для этих препаратов не является основополагающим. Любая локализация метастазирования доступна для подобного назначения эффекта. Те же самые эффекты субрового анализа и по частоте объективных ответов, предшествующие было по выживаемости без прогрессирования. Еще раз говорю, те же самые группы и по сути те же самые эффекты и тенденции, о которых я уже говорил. Длительность терапии в этом исследовании, опять же, для кабазан-тиниба, она была несколько больше, чем для тех пациентов, которые получали сунитениб. Частота отказа от лечения или редуцирования дозы, мы видим, что несколько чаще редуцировалась доза при кабазан-тинибе, но тем не менее, продолжение лечения было, то есть пациенты, которые продолжали или у которых отказывались, вероятность была одинаковая. То есть по токсичности эти препараты на самом деле достаточно сходны, причем не только по частоте проявления нежелательных явлений, но и по спектру нежелательных явлений. Препараты похожи, опять же, это очень удобно, особенно для хирургов, которые, в общем-то, не имеют времени для того, чтобы, во-первых, так скрупулезно за этим следить и, на самом деле, может быть, и в том числе оперативно реагировать на те проявления, которые развиваются в ответ на лечение. Таким образом, по сути, те выводы, о которых я уже сказал непосредственно на слайдах, что действительно продемонстрировано улучшение выживаемости без прогрессирования, преимущество по частоту объективных ответов и только тенденции к увеличению общей выживаемости у пациентов первой линии с статическим раком почки. Для терапии понятно, что есть сравнения непрямые, они, наверное, мы все прекрасно знаем, не очень корректны, но, тем не менее, на самом деле, если посмотреть литературу, на сегодняшний день частота различных анализов, метаанализов, которые представляют непрямое сравнение исследований, оно растет, и растет оно в силу только того, что на самом деле такое количество информации, такое количество препаратов, что реально оценить это на тех принципах доказательной медицины, которые есть, чрезвычайно сложный. Поэтому все равно мы хотим, не хотим, но как-то все-таки ориентируемся на эти непрямые сравнения, которые, в общем-то, еще несколько лет назад мы, в принципе, даже об этом не говорили. Но сегодняшний день все-таки мы видим и в литературе, и в том числе в презентациях, подобные некорректные сравнения, тем не менее, мы видим, что здесь также были преимущества на стороне Кабазан-Тениба, как в одном, так и в другом метаанализе. Везде он происходил, как минимум, те тирозинкиназы, которые раньше мы активно использовали. Вторая линия терапии, исследование Метеор, это уже исследование третьей фазы, конечно, с более высоким уровнем доказательности, и самое главное, что в этом исследовании будет продемонстрировано достоверное улучшение общей выживаемости по сравнению с еще одним препаратом, который активно используется в качестве сравнения эвиролинуса. Мы понимаем, почему, потому что был, на самом деле, единственный, по большому счету, препарат во второй линии долгое время, который мы использовали у этих пациентов. Опять же, хорошо составлено лечение, группы сравнимы по всем критериям, и было продемонстрировано, в первую очередь, конечно, улучшение выживаемости без прогрессирования. Мы видим практически медиа на выживаемости больше на 4 месяца, но также, что, наверное, основное, что и общая выживаемость была достоверно лучше в группе пациентов, получающих кабазомантинип по сравнению с эвиролинусом. Поэтому, естественно, этот препарат на сегодняшний день вошел во все стандарты, является препаратом выбора у пациентов в первой линии. Частота ответов также была выше у пациентов, которые получали непосредственно кабазомантинип. При этом тенденция к тому, что основное число, это частичные ответы, сохраняется и для кабазомантинипа, как и для всех ингибиторов тирозинкинас. То есть полных ответов практически нет, как для кабазомантинипа, так и для других групп тирозинкинас или ингибиторов различных сигнальных путей, что нескольких отличает от тех пациентов, которые получают иммунотерапию. Под групповом анализе, опять же, преимущество в пользу кабазомантинипа по всем группам, в том числе и для всех групп прогноза по МСКСС и по другим критериям, мы видим, что преимущество тех, кто получал кабазомантинип, ведь тенип, оно достоверно и очевидно для всех категорий пациентов, в том числе и при оценке различных сайтов метастазов, мы видим, что реагируют как с висцеральными, так и без, так и пациенты, у кого оценка комбинировалась метастазов висцеральных и костных. В том числе и нежелательные явления по общей частоте любых нежелательных явлений мы видим практически одинаково, как первой, второй, так и третьей степени. Конечно, несколько спектр отличается, и если для кабазомантинипа основной это диарея, слабость и тошнота, то для эверолимуса мы прекрасно понимаем, что развитие пульмонитов и связанных с этим осложнений клинических, оно значительно выше, поэтому суммарное число, оно сходно, но спектр несколько отличается. По медиане длительности терапии, опять же, кабазомантини превосходил эверолимус, и, возвращаясь к серьезным нежелательным явлений, третьей и четвертой степени препараты были сравнимы, они похожи, и токсичность, она практически одинаковая. По качеству жизни пациенты были сравнимы в обеих группах, что говорит о том, что они, то есть пациенты живут одинаково качественно и при том, и при другом в схеме лечения, ну и в том числе время до ухудшения состояния, несколько лучше было у пациентов, получающих кабазомантинип, по сравнению с эверолимусом, естественно, за счет улучшения выживаемости и контроля над заболеванием. Опять ретроспективный анализ, сравнение уже с неволумабом, с иммунотерапией, мы видим, по сути, сходные результаты как по уровню общей выживаемости во второй линии, так и по частоте контроля за заболеванием. Хотя, если формально, то цифры абсолютно несколько отличаются, но тем не менее понятно, что это практически одинаковые значения, и препараты сравнимы по основным онкологическим критериям. При, опять же, непрямом сравнении мы видим, что кабазомантинип превосходил практически все препараты, которые на сегодня используются во второй линии лечения метастатического рака почки. Вот есть критерий, который на самом деле, наверное, на сегодня является основным для решения, наверное, между той схемой терапии, которую мы будем использовать. Это скорость наступления эффекта. И в абсолютном большинстве работ было показано, что действительно все-таки на ингибиторе тирозенкинас, в частности, онокобазонтинип, время наступления ответа достоверно и значительно выше. А для симптоматических пациентов, у которых есть риск, например, компрессионного перелома, эти самые 2-2,5 месяца являются принципиально важным. И поэтому пациентам, которые являются симптоматически, и тем более с риском развития этих тяжелых симптомов, в том числе компрессии, например, прикосных метастазов, понятно, что назначение тирозенкинас является более обоснованным по сравнению с другими линиями терапии. Ну и мы некоторую можем стратификацию косвенную, конечно, непрямую проводить по группам благоприятного прогноза, кому из пациентов все-таки лучше неволумаб или кабазонтинип, конечно, это непрямое сравнение. И поэтому мы понимаем, что на сегодняшний день, в том числе кабазонтинип, вошел во все стандарты на сегодняшний день и в НССН, и в Европейской ассоциации урологов, и в рекомендации ЭСМА, и в том числе в нашей российской рекомендации русском. Мы видим, и в первой линии у нас есть возможность у ряда пациентов назначать кабазонтинип, в частности, неволумабные прогнозы. Еще раз напомню, у тех пациентов, у кого есть симптомы, наверное, в первую очередь. Ну и, естественно, это является препаратом, в том числе выбора наравне с неволумабом, для пациентов, которые уже получили предшествующую терапию тирозинкиназами, и для них, несмотря на то, по сути, похожие сигнальные пути, мы можем выбирать, и понимая, что будут достаточно хорошие онкологические эффекты. Спасибо. Продолжение следует...